Термометр помещения показывает 20 градусов. И вот сейчас мы трогаем батареи, тоже они горячие. Здание детского сада номер 190 постепенно прогревается. Авария произошла в субботу, когда детей в саду не было. К утру сегодняшнего дня в группах уже тепло. Но некоторые родители, говорит заведующая, не привели детей. И 160-50 остались дома. Некоторые группы, мы не приняли детей, почему-то там низкая температура была. Сейчас уже ближе к обеду. Все, температура стабилизировалась. Надо было следить за этим. Только деньги. Царапались у нас и все. Николай Баранов живет в доме напротив котельной. Он сам участвовал в ее строительстве. Зданию 44 года. Капитального ремонта ни разу не было. Реконструкция была запланирована на этот год. Но не успели. Рано утром, 17 марта, крыша и часть стен рухнули. Чтобы жители не успели замерзнуть, в подъездах устанавливали тепловые пушки. А позже дома подключили к альтернативным источникам. К соседней котельной Казэнерго и котельной ТАТ-флота. Быстро сработали. Проложили такую трассу. Это чудо. Проложили такие трубы за каких-то полдня. Не мерзли. Быстро сделали. Молодцы. Сейчас тепло у вас в квартире. Ой, жарко даже. Но тепло еще не везде. В квартире 21-го дома по улице Портово еще вчера было тепло. А сегодня батареи холодные. У нас холодные. Я бы не сказала. Пьян прямо в одежде. Я-то люблю с мужем. А сейчас мы спим просто в одежде. Мы сейчас работаем. Идут наладочные работы. Поэтому возможно, что где-то колебания происходят. Все. К вечеру будет все восстановлено. И все получат качественное теплоснабжение. Сейчас здание временно консервируют, чтобы сохранить в рабочем состоянии два котла. А уже ближе к маю, когда наступит тепло, здесь приступят и к демонтажу самого здания. С началу следующего отопительного сезона 12 домов. И детский сад будет обеспечивать теплом. Уже новая котельная. На этом месте построят современную модульму. Анна Городнова, Ринат Сафин, ТНВ, Казани.